В аварийном доме по Адагумской живут 13 человек, большая часть из них дети школьного возраста. Ольга Зверева была прописана в этом 30-м доме и оплачивала коммунальные услуги. Сейчас в здании нет воды и газа, его должны снести. Живем, потому что мамина квартира была. Квартира документальная, ну как бы мы ее не переоформляли, нас несколько детей. Мы были в детском доме, мы как бы и не знали, ну прописаны и прописаны, мы не знали, что как оно вообще. А квартира выдавалась когда-то еще, давно комбинатом. Комбинат не передал документы городу, мы ходили в архив, мы ходили в Краснодар, заявку делали. Нигде документов на эти дома нету. То есть здесь нам, просто отмахнулись от нас, в том плане, что это вот отдельное государство, вы сами как хотите, то и делаете. Что хотите, то и делаете. И мы вот это все документы уже, после наводнения я уже сделала на себя документы. На себя, на детей, в соц.нах, все это мы сделали. А как бы прописаны мы больше 10 лет. Количество соседей постепенно растет. Рядом со Зверевыми живет еще одна семья. Они до наводнения снимали в этом доме квартиру. Летом вернулись, сделали ремонт. Теперь за аренду здесь платить не надо, ведь дома по документам нет. В одном месте жил, но я не тянул 8 тысяч квартир без коммуналки. Я не потянул. Двое детей, они в 25-й школе учатся. Здесь отремонтировал, сюда переехал 1 сентября. Ну, здесь сейчас пока находимся. А снесут, тогда не знаю, куда идти. Проживание в аварийном доме противоречит закону. Заселение такого жилья называют самозахватом. Реагируют ли на это власти? Семко приезжал, он спросил, чем помочь. Юриста, адвоката, бесплатного, как бы, или хотя бы что-то, ну, как-то все равно, что административное дело. Как бы, это ж я сама не могу ничего. Трое детей, все несовершеннолетние. Куда мне, мать-единочка по документам. Как бы, ну, сказал, вызовем на комиссию. Вот ждем. Данные бараки все были признаны аварийными. Там осталась на проживании одна семья, потому что она с решением суда не согласна. Дело сейчас находится на обжаловании в нашем крымском районном суде. Администрация наставит на том, чтобы эту семью туда выселить. Значит, там нет никаких условий для проживания ни воды, ни света, ни электричества. Значит, также такие же мероприятия по отключению данных услуг от электричества будут произведены на всех домах по решению суда, которые были признаны аварийными, непригодными для проживания с понедельника. Мы начнем проводить данную работу. А также в ближайшее время будет принято решение по сносу данного барака. Семья ей все предоставили для того, чтобы она могла переехать и жить в нормальных условиях. Но они не хотят воспользоваться той услугой и остаются жить в своем доме. Неужели предлагаемое администрации жилье хуже нынешнего? Как в отсутствии условий взрослые будут зимовать со своими детьми? Но, пожалуй, последний вопрос мало волнует самих родителей. Светлана Поляруш, Владимир Попов, Анатолий Мажухин. Новости 24. Крымск.